18 век. Россия. Реформы. Барокко и просвещение. Словом, всех погнали в Сибирь копать руду. Оно, конечно, взялся за гуш, не говори, что не идешь. А с другой стороны, работа не волк. Короче, все устали. Хотелось сесть и попить чая. Сибирь копать руду. Здесь, в Сибири, сошлись два важных события. Первое. Уральская медь выводит Россию в число промышленных стран. Второе. Весь мир ввозит чай с Китаем морским путем. Россия по сухопутью, в кяхту. Наш чай не подпорчен морской сыростью. Он вкуснее и ароматнее. А у просвещенных мореплавателей так себе. Третий сорт. И уж коли тут за Уралом столкнулись чай с медью, здесь и должен был родиться самовар. Конечно, воду и раньше кипятить умели. Это уральский чайник. Тонна меди внутри жаровня. Уже почти самовар. А вот разливать – мука. Наклонять тяжко. Кипяток брызжет. Уголья в гостей летят. Или еще. Кухня-самовар. На постоялых дворах удержался до 20 века. Внутри опять жаровня. И несколько отделений. Каша, похлебка, щи – все разом готовится. А дошло до чая тот же вопрос. Как разливать? Поварешкой. Пытались нам впарить английский чайник на спиртовке. Наливать – да, удобно. Но спирта жалко до слез. Скипает долго. И размерчик какой-то не наш. Словом, не прижился английский чайник. И тут нам очень повезло. Когда Петр Алексеевич задружился с немцами, в богатых домах появились дивные вещицы. Сосуд-фонтан. Его до сих пор путают с самоваром. Внутри тоже как бы жаровня. Но фонтан заполняли вином, а жаровню – льдом. Вино холодилось, потреблялось в радость. Все отвратительно напивались и шли плясать минуэты. Но главное не в том. Главное у фонтана был крантик. А у русского умельца – зоркий глаз. И вот, когда ихняя припаялась к нашему, явилась русская чайная машина. Дитя эпохи просвещения и чуда теплотехники. Цельно тянутый металлический сосуд. Труба насквозь, сверху донизу. Под трубой топка с поддувалом. Приподнята над столом. Пожарная безопасность. Площадь трубы большая. Она быстро нагревается. Возникает мощная тяга. Теплопотери мелкие. КПД. Ого-го! Топливо. Смешно сказать. Ветки и шишки. Над трубой конфорка. Можно поставить заварочный чайник. А вот и крантик. Он впаян выше дна самовара, чтобы любой мусор выпадал на дно, а не в чашки. Кстати сказать, увидев первый паровоз, не очень-то мы удивились. Самовар-то он и есть самовар. Хоть на стол его поставь, хоть на колеса. Русское чаепитие особое. Русских, где больше двух, там разговор по душам. А по душам требует времени и какой-то причины дольше не расходиться. И тут самовар оказался незаменим. Ой-ой-ой! Боже, боже, боже! Сколько же глупостей и умностей он наслушался! Сколько лиц отразилось в его боках! Когда русское чаепитие стало обрастать молочниками, подстаканниками, щипчиками, ложечками, это ведь была не просто дань моди. Это было желание обустроить и продлить сидение за чаем. А стало быть, продлить общение. Нашлись торопышки. Придумали аппарат, что ради экономии времени и воду кипятит, и заварку готовит. Получилось, а не прижилось, потому что суета. Убежденные одиночки получили самовар на одного. Он так и назывался – эгоист. И в дорогу уже без самовара не отправлялись. Вот он, дорожный, с полной чайной укладкой. Словом, появился всероссийский исповедник, друг всех и каждого. Символ гостеприимства. Не напоить гостя чаем обида, отказ от дома. Пословица родилась. Приходи, самовар поставим. Уйдешь – чайку побьем. Одна беда – медь недешево. Самовар становится знаком достатка. Его обладатель благополучен и уважаем. Уважение хочется всем, да не всем оно по карману. И тут нам очень повезло. Пришел Наполеон и стал воевать с Кутузовым. Но у Кутузова был походный самовар, и поэтому он победил. Война кончилась. Тульские оружейники остались без работы. Пришлось выдумывать конверсию. Самовары к тому времени и в Москве делали, и в Ярославле, и в Туле. Но помалу. Решили делать помногу, чтоб всю Россию завалить. И поди ж ты, полста лет не прошло, завалили. Самовары продавали на вес 23 рубля за путь, а до французов по 90. Да здравствует Наполеон! Самовар подешевел в 4 раза. Покупатель уже не всякий самовар ищет. Ищет знак качества. Клеймо мастера. Через это клеймо в истории многие отпечатались. Воронцов, Телье, Лисицын, Ломовы, Шмаковы и, понятно, Баташовы. Самоварные короли России. Ну, а тут парижские выставки, дипломы, медали. Самовар, самовар. Европа от восторга пузыри пускает. У них сенсации. А у нас запросто обыденность. Национальная необходимость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И уж не мы самовары ищем, а они за нами охотятся. Потому что предложение превышает спрос. А значит, случилось изобилие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самовар подтолкнул индустрию развлечений. Это пруды в бывших владениях купца первой гильдии Елисея Грибова под Москвой. На прудах было три острова. По ночам на них пили чай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ходила гондола. Развозила гостей самовары. Сначала ехали на китайский остров. Пили чай по-китайски. Потом на японский. Потом на японский. Потом на японский. Пили чай по-японски. А под утро ехали на русский остров. И потребляли водку. Неумеренно и шумно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окрестная беднота, конечно, возмущалась. И тут нам очень повезло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К самовару потянулась передовая интеллигенция. Соберутся, по чашке выпьют. И давай искать новой дороги к счастью. Ну, нашли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По пути, правда, кое-чего затоптали. Хотели даже самовар отменить. Но потом сменили клейма и бросили его на антиалкогольную пропаганду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Народ поддержал. Потому что самовар легко превращался в самогонный аппарат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но какая, однако, историческая непонятность? Бездомный и голодный. Миллионы людей метались по собственной стране в обнимку с самоваром. Будто в нем и только в нем таилась надежда на мир и семейный очаг. И всякий встречный лудильщик, как отец родной. И каждая возможность посидеть за самоваром, как солнышко в пасмурный день. Странные, терпеливые, печальные люди. А ведь время-то было какое веселое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Воевать пришлось тяжко. Фашист оказался злобный и жадный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но присутствие духа мы не утеряли. И надежды на самовар тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Система охлаждения пулеметного ствола. Абсолютный принцип самовара. О, закипел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И бронепоезд. И вообще, все, что по рельсам, это паровоз. Самовар в чистом виде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но главный государственный секрет это тяга, которая в самоварной трубе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опыт ставили. С пилотом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Результат однозначный. У нас на этой тяге все, что угодно, куда угодно долетит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Все. Миру мир. Зажили по-новому. А социальный феномен остался. Уже атом запрыгали. В космос полетели. А народу подавай самовар. Промышленность, конечно, откликнулась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самовар обновился. Стал электрическим и расписным. И в этот момент кто-то решил, что старый, угольный, обречен доживать свой век, как музейное железо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, во-первых, ошиблись. А во-вторых, традицию в музее не запрешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, например, однажды Сталину дарили подарки. Машинку подарили. Гармошку принесли. Ружьё. И вдруг самовар. Всем так понравилось, так понравилось, и стало ясно, пришла эпоха дарить самовары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этот, крупненький, нашёлся в Государственном историческом музее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вещь, конечно, монументальная, но вот забавно. Зачем съезду самовар? А Ленину? Задним числом? А это Пабло Неруди. А это Папе Ринскому. А это хоккеистам. А это Фиделю Кастро. Уже с кипятком. Он вообще любил на морозе погреться. Поэтому дарить самовары по сей день хороший тон. И спорить тут не о чем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Реформы, Реформы, Реформы. Реформы, Реформы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой-то нехозяйский зуд всё вынести из дома. Всё. Вплоть до иконы самовара. Вынести и по-быстрому загнать. Как не своё. Как не нужно. А ведь напрасный труд. Ну да, нажитое разбазарить можно. А как продашь наболевшее? Да никак. А вот с наболевшим России очень повезло. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...